Садхгуру. Внутренняя инженерия. Путь. Радости. Практическое руководство от йога. Как я лишился чувств. Тогда я был человеком, я только поднялся на холм. Я хотел убить время, но убил лишь то, что было мной и моим. Когда ушли я и мое, исчезли желания и привычки. Я здесь, пустой сосуд, порабощенный божественной волей и бесконечным мастерством. В городе Майсури есть традиция. Если вам есть чем заняться, вы поднимаетесь на холм Чамунди. Если вам нечем заняться, вы поднимаетесь на холм Чамунди. Если вы влюбляетесь, вы поднимаетесь на холм Чамунди. Если вас разлюбили, вы обязаны подняться на холм Чамунди. Однажды днём мне нечего было делать. И незадолго до этого я расстался с возлюбленной, поэтому я поднялся на холм Чамунди. Не доехав до вершины около третьей пути, я соскочил с мотоцикла и сел на валун. Уже какое-то время он служил мне камнем созерцания. В глубокую трещину на поверхности скалы пустили цепкие корни тонкий баньян и ягодное дерево с фиолетовыми цветами. Передо мной развернулся панорамный вид на город. До этого момента я знал, что я – это моё тело и разум, а внешний мир был там, снаружи. А сейчас я внезапно почувствовал, что не знаю, чем я являюсь, а чем нет. Мои глаза всё ещё были открыты, но воздух, которым я дышал, камень, на котором я сидел, сама атмосфера вокруг – всё стало мной. Я был всем сущим. Я был в сознании. Но потерял обычное сознание. Мои органы чувств не отделяли меня от «не-меня». Чем больше я сейчас скажу, тем более странно это будет звучать, потому что невозможно описать обычными словами всё, что тогда произошло. То, что было мной, находилось буквально повсюду. Всё взрывалось и разлеталось поверх любых границ. Все явления вспыхивали и превращались в другие явления. То было безразмерное единство абсолютного совершенства. Моя жизнь – это лишь то прекрасное мгновение. И оно длится до сих пор. Обычное сознание вернулось ко мне, казалось, всего спустя 10 минут. Но, взглянув на часы, я обнаружил, что уже вечер. Прошло четыре с половиной часа. Я сидел с открытыми глазами, а солнце уже давно закатилось за горизонт. Я всё осознавал. Но то, что я раньше считал собой, полностью исчезло. Я никогда не был плаксой. Но теперь, в возрасте 25 лет, я сидел на холме Чамунди и испытывал такое экстатическое безумие, что слёзы лились рекой. Вся моя рубашка намокла. Мне всегда было легко оставаться спокойным и счастливым. Я всегда жил, как хотел. Я вырос в 60-е годы, в эпоху Битлз и синих джинсов, прочитал свою долю европейской философии и литературы Достоевского, Камю, Кавку и тому подобное. Но здесь я ворвался в совершенно другое измерение, о котором ничего не знал. И меня переполняло совершенно новое чувство, буйное блаженство, какого я никогда не знал и даже не представлял, что оно возможно. Я решил воспользоваться своим скептическим рассудком. И единственным его предположением было, что я просто слетел с катушек. Тем не менее, это состояние было настолько прекрасным, что я ни за что на свете не хотел бы его потерять. Я никогда не мог описать, что произошло в тот день. Возможно, лучше всего сказать, что я поднялся и не спустился. С тех пор я так и не спустился. Я родился в Майсуре. Этот величественный город на юге Индии, известный своими дворцами и садами, когда-то был столицей одноименного княжества. Мой отец был врачом, мать домохозяйкой. Я был младшим из четырех братьев и сестер. Школа казалась мне скучной. Сидеть на уроках подолгу я не мог, поскольку было очевидно, что те материи, которые преподавали нам учителя, для них самих ничего не значили. Четырехлетним ребенком я ежедневно просил нашу экономку, которая сопровождала меня в школу по утрам, оставить меня у ворот и не отводить в здание. Как только она уходила, я бежал в соседний каньон, наполненный невероятным разнообразием жизни. Я начал собирать огромный личный зоопарк насекомых, головастиков и змей. Держал их в бутылках из медицинского кабинета моего отца. Через несколько месяцев родители обнаружили, что я вообще не посещал школу. Их явно не впечатлили мои биологические исследования. Экспедиции в каньон были названы «бессмысленным копанием в грязи» и строго-настрого запрещены. То, что я считал невообразимо скучным взрослым миром, ни в первый и ни в последний раз расстроило мои планы. Тогда я просто переключил свое внимание на что-то другое. В более поздние годы я предпочитал проводить дни в лесу за ловлей змей или рыбы, бродить по горам или лазать по деревьям. Я часто взбирался на самую верхнюю ветку большого дерева, прихватив немного еды и бутылку с водой. Покачивание ветвей переносило меня в состояние, подобное трансу. Я как будто спал, но одновременно сохранял осознанность. На том дереве я терял ощущение времени. Я сидел там с девяти утра до половины пятого вечера, когда раздавался звонок, возвещавший об окончании школьных занятий. Значительно позже я понял, что уже на том этапе жизни я фактически медитировал сам того не знал. Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное, внутри себя мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok